Сочи вскоре станет доступнее для ставропольчан. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Игоря Васильева, вопрос создания автодороги Кисловодск-Адлер практически решен. Предполагается, что дорога протянется на 334 километра. Сегодня путь до Сочи в два с половиной раза длиннее. Из этого километража практически 68% проходят по территории Карачао-Черкесии. Из 334 километров нам необходимо реконструкцию провести на 159 километрах, но построить новое направление, новую дорогу протяженностью 103 километра, в том числе два тоннеля протяженностью 12,7 километров. Практически на всем пути автодорога будет бесплатной. Платить, возможно, придется только при въезде в туннель. Окончательный план строительства рассмотрят к середине апреля. Касаясь дорожного вопроса, министр не обошел стороной насущную проблему состояния дорог на Ставрополье. До 1 мая на региональных и местных трассах обещают провести ямочный ремонт. По словам Игоря Васильева, ситуация с проблемными дорогами в крае не так катастрофична по сравнению с другими регионами. Ямочностью мы вышли на сегодняшний день. 2 миллиона 300 квадратных метров. Это менее 7 процентов даже. Поэтому на сегодняшний день показатель по России 52 процента. У нас нормальные мы вышли. Кроме того, министр рассказал журналистам о новых объектах края. Так уже в этом году откроется новая поликлиника в юго-западной части Ставрополя. Готовность объекта 97 процентов. То есть строительно-монтажные работы завершены. Осталось приобретение и монтаж медицинского оборудования. Тамара Годомская и Александр Лукьяшко. АТВ Ставрополь.